Добрый день, дорогие друзья, предлагаю вам совершить вместе со мной виртуальную прогулку по прекрасному Софиевскому парку. Софиевский парк в Умане является памятником мирового садово-паркового искусства конца 18-го, первой половины 19-го веков. Он занимает площадь почти 180 гектаров. Парк Софиевка расположен в северной части города Уман Черкасской области, вдоль реки Каменки. Парк был создан в почти безлесной местности, разделенной речкой Каменкой, балками и каньонами, которые врезались в гранит, часто выходивший на поверхность. При создании парка умело использован рельеф, но без заранее намеченного плана. В процессе завершения работ на отдельных участках были высажены местные экзотические древесно-кустарниковые растения, тогда же были построены первые архитектурные сооружения и созданы украшения в виде скульптуры, преимущественно античной. Софиевский парк основал в 1796 году владелец города Умане, магнат, граф Станислав Потоцкий. Софиевский парк назван в честь его жены Софии. Согласно задумке создателей, Софиевка является иллюстрацией к поэмам Гомера «Илиада» и «Одиссея». Каждая его композиция выражает определенную идею или отсылает к какому-то мифу или событию. Это неудивительно, ведь София была гречанкой, а Потоцкий подарил возлюбленный кусочек ее родины. Софиевский парк был драгоценным проектом, значительное количество экзотических растений было импортировано со всего мира. Также были построены искусственные бассейны, подземная река и водопады. Сегодня в этом парке можно увидеть искусственные скалы и пещеры. Потребовалось шесть лет, чтобы создать этот невероятный оазис красоты. Автором архитектурного и топографического проекта и руководителем строительства парка был назначен военный инженер Людвиг Метциил. Парк начинается с главного входа по улице Садовой. За ним идет центральная аллея. Башни главного входа, сооруженные в 1850-1852 годах, сохранились до нашего времени вместе с въездными воротами. Ограда на протяжении полутора столетий много раз менялась, от деревянной на глиняных столбиках, затем металлической на гранитных колоннах. Главный вход в парк напоминает вход в Афинский рынок, о детали, которые завершают сторожевые башни, заимствованные с храма богини Весты в Тиволе, Италия. Софиевский парк украшают искусственные скалы, Левкатская, Торпейская, Бельведерская, Гроты и Венеры, Страха и Сомнений, Орешек и другие павильоны, Флоры и Розовый, Беседки, Скульптуры. Благодаря компоновке различных древесных пород, в сочетании их с водоемами, утесами и архитектурными сооружениями, созданы виды и перспективы различных планов, главные аллеи, английский парк и другие. В середине Нижнего озера из широко раскрытой пасти змей, извивающийся на камне бьет столб воды, фонтан змея. Вода поступает в фонтан по подземному водопроводу, выложенному из гранитного тесаного камня. Около входа на Елисейские поля лежит гранитный валун естественной формы, а рядом с ним тесаная четырехгранная шлифованная гранитная колонна. Эти два камня случайно оказались рядом в Софиевке и со временем начали называться композиции природы искусства. Попав в Софиевку, сразу убеждаетесь, вы в сказке, это музей живой природы. И действительно, ведь в основу архитектурного решения парка заложены сушиты из легенд и мифов Древней Греции и Рима, другие места напоминают жилища греческих героев и богов. И все это, среди буйства и разнообразия живой природы, ветких растений и рукотворных ландшафтов. Дорогие друзья, огромное вам спасибо за интерес к моим работам, за поддержку лайками и комментариями. Желаю вам счастья, радости, удачи и процветания!